Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мы продолжаем с вами разговор о таблице Горбова. Методика нацелена на оценку и качество активного внимания человека. И хотел бы рассказать несколько практических моментов по использованию данной таблицы. Значит, вчера буквально после первого видео по таблице Горбова мне пришло несколько писем. Штуки 2, 3, 4, не помню уже. И во всех, как вы их размещаете. Что вы с ними делаете. Вот есть таблица. Размерность этой таблицы составляет 49 на 49 сантиметров. Или 490 на 490 миллиметров. И соответственно, как вы ими пользуетесь. Значит, как вы их вешаете на стенку, как вы их там закрепляете и так далее, и так далее, и так далее. Значит, расскажу несколько вариантов. У нас в нашей собственной лаборатории сделано все это очень просто. Уже более там 15 лет у нас стоит на фанерке наклеенная эта самая таблица Горбова. То есть, я лично купил фанеру ровненькую. Вырезал ее 49 на 49 и наклеил. Кроме того, у нас в лаборатории есть второй вариант. Это вариант, и мы сейчас его рекомендуем использовать. Делается очень все просто. Покупается штапик. Такие тоненькие-тоненькие реечки. Самые тонкие, что вы найдете там, допустим, размером 0,5 на 0,5 сантиметра. И соответственно, с той и с другой стороны, вверху таблицы, вот здесь вот, да. То есть, они прибиваются, между собой скрепляются. Мы сейчас подобным образом изготавливаем эти таблицы Горбова. Оставляем сверху ровно 2 сантиметра. Для чего? То есть, люди имеют возможность, значит, скрепить наверху, провести штапик. То есть, буквально там гвоздичками сбили. И, соответственно, на веревочку, на гвоздик повесили. Можно вбить несколько гвоздичков на разной высоте. И, соответственно, для детишек весить таблицу несколько ниже. Для подбирать по росту, да, то есть, человека. Легко и быстро перевешивается с одного гвоздика на другой. Вот таким образом мы сейчас пришли вот к такому решению. То есть, первый вариант просто фанерка. Вырезается таблица и наклеивается. Фанерка 49 на 49 сантиметров. Второй вариант. Это штапик вверху таблицы. Внизу можно тоже сделать штапик, но совершенно не обязательно. Можно вместо тоже есть, оставлено под это место нашей таблицы 5 миллиметров. И тоже можно прибить туда штапик. Таким образом, знаете, как раньше в школе карты вешали там географические, политические и так далее. Вот таким образом. То есть, штапик вверху и внизу этой таблицы. И, соответственно, в одной из лабораторий, да, еще один способ видел. В одной из лабораторий у коллег, видел, они на оргстекло это дело приклеили. То есть, у нас фанерка, у них оргстекло, тоже наклей. И, соответственно, в оргстекле тоже есть как бы отверстие. И оно легко тоже двигается, меняется по высоте роста человека, который проходит обследование, эпиэкспериментально-психологическое исследование. Можно повесить выше, ниже и так далее. То есть, фанерка, просто штапик вверху и внизу. Внизу даже не обязательно, мы уже по собственному опыту убедились. Просто вверху, потому что таблица достаточно большая. Она просто отвисает, плоская и спокойненько себе висит. Никакой штапик внизу потенциально даже не нужен. Ну, можно сделать, если уж так хочется, если быть перфекционистом. Ну и, соответственно, третий вариант это оргстекло. Вот то, что у нас реализовано, то, что я видел у других людей. Вот, собственно, я ответил на тот вопрос, даже не один вопрос, как ее крепить к стене. Да, на каком-то из видео я видел, что таблицу сделали под оргстекло. То есть, сначала наклеили на оргстекло, и потом сверху, видимо, чтобы она не испортилась, как-то ручкой или карандашом чем-нибудь в нее не тыкнули. Видел в одном из видео, сделали под оргстекло. Считаю, что это тоже вполне приемлемый вариант. Ничего страшного нет. То есть, оргстекло гладкое, чистое. Можно забабахать эту таблицу между двумя оргстеклами, если уж на то пошло. Тоже как вариант. Ну вот, собственно, и все. Ответил на вопрос. Практика дела, медицинская психология. Удачи вам. Пишите, задавайте вопросы, подписывайтесь под нашим видео. Удачи!